Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. А если ты смотришь меня в первый раз, подпишись. И я вам покажу, какими красками я рисую. В китайской росписи, в жестовской росписи и в московой технике. Краски у меня с Аликс Экспрессо. Как я вам и говорила, я решила вам показать, какие они. Они имеют консистенцию такую, как густой сметаны. Вот она такая. Это краска без липкого слоя. И когда ей рисуешь, такое впечатление, как рисуешь по маслу. Такое впечатление, она как будто маслянистая. Эту краску можно рисовать как под топом, так же и на топе. Можно рисовать на глянцевом и на матовом топе. Можно рисовать. Я спробовала много гель-красок и вот это мне понравилось больше всех. Я пробовала и дорогие, вот эту бюджетную. Попробовала. Рисуют все девочки одинаково. Поэтому я становилась на этой краске. Еще хочу вам сказать, девочки, любая краска, которая подходит к стемпингу, она будет рисовать. Сейчас я вам пару мазков покажу, как она рисует. Очень легко ложится. Перекрывается в один слой она. Ну, если что-то вам не нравится, можно перекрыть в два слоя. Я подготовила типсу, девочки, матовую, чтобы вам лучше было видно, чтобы не скользила. Вернее, не отсвечивала. Я вам не буду показывать набор краски, ничего. Я просто покажу, как она рисует эта краска. Видите, как она набирается хорошо и также растушевывается. Девочки, еще хочу вам сказать, большая часть зависит от кисти. Кисть, чтобы была не сильно жесткой, если она будет сильно жесткой, тогда у вас будет полосить. Если слишком мягкая кисть, грязный будет мазок. Кисть должна быть умеренно жесткая, умеренно мягкая. То есть, ворс больше приближенный к натуральному. Могу, если что-то мне не нравится, я вот сейчас поторопилась. И теперь я помедленнее. Если мне нравится, я могу остановиться. Если нет, я могу пройтись еще один раз. И растушевать. Вот видите, какой гладкий у меня получается мазок. И главное, еще надо следить, чтобы была у вас кисть чистая. Все это я рассказываю на своем курсе по китайской росписи. Правильный набор краски. Как ставить кисть правильно. И как делаются правильные мазки. Видите, она даже может... Мы не сушили, а сразу мы сверху можем перекрыть другим лепестком. Могу еще раз пройтись. Так как краска пигментирована и в меру густая. Чуть-чуть могу добавить белого, высветлить. Сюда же сразу ввожу цвет. И хорошо растушевываю. Могу еще раз пройтись. Видите, я могу рисовать до тех пор, пока мне понравится. Вот понравилось, я могу остановиться и больше не рисовать. Могу просушить, а потом добавить сверху блики какие-то. Так же я могу Лепестки нарисовать В мазковой технике. Вот видите, поставила и сразу получился лепесток. Я вам показываю, как рисуется краска. Можно поставить точечки. Очень рисуется хорошо. Вот такое впечатление, я же говорю, девочки, идет как будто как по маслу. И очень хорошо рисовать и тонкие линии. И перекрывать ничем не надо. Музыка. 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 Можно сделать вот мазковую технику тоже. видите-ка хорошо и красиво ложатся мне очень нравится эта краска вот так рисует эта краска ее можно перекрыть и оставить еще раз напоминаю эта краска без липкого слоя очень пигментированная и можно в один слой ее перекрывать если вам понравился мастер-класс и был вам полезен ставьте пальчик вверху подписывайтесь на мой канал будет много разных интересных мастер-классов просушила наш цветок всем пока пока до новых встреч